Спасатели готовятся к весенним паводкам. Уже на следующей неделе в северных районах страны установится теплая погода, что приведет к обильному таянию снега. Глава комитета ПЧС Владимир Башко совместно с Акимом Акмолинской области и Сергеем Кулагиным облетели регион на вертолете и оценили вероятность подтопления жилых районов. Мой коллега Иван Тулинов сопровождал делегацию в течение всего пути. Кроме белого снега ничего не разглядеть. Картина в иллюминаторе больше всего и настораживает пассажиров вертолета. В этом году зима затянулась. Поля реки до сих пор скованы льдом. То, что убережет жителей Окольского района от паводка, это работа Селитинского гидроузла. В течение последней недели плотина находится под особым контролем. Специалисты выполняют работу с ювелирной точностью. Важно соблюдать баланс и сливать ровно столько воды, сколько требуется, чтобы не переполнить водохранилище и не затопить близлежащий поселок Селитэ. Вы посмотрите, как время спрессовано теперь. Мы в это время с вами имели максимум 50% снежного покрова. Максимум. Ну, это худшие годы, или, как правильно сказать, 60%. В этом году 100%. Ничего же не подтаяло, еще практически. И еще неделю минусовая температура будет. И потом она будет по времени спрессована. 12-го только начнется круглосуточно плюсовая. И там практически за 7 дней дойдет с плюс 9 до плюс 18. Больше всего опасений вызывает Адбасарский район. В прошлом году талые воды стали заливать районы центра в первых числах апреля. Жильцов всех этих домов объединяет одна общая беда. Жители Адбасара в прошлом году пережили сильнейшее наводнение. Стихия буквально стерла дома с лица земли. Как и было обещано, пострадавшим от наводнения построили новое жилье. Все они теперь проживают здесь, в этих четырех многоквартирных домах. Семье Куляш-Шейхиной сначала предоставили временное жилье. А когда власти пообещали, что через 4 месяца они смогут въехать в собственную квартиру, не поверили. Тем не менее, осенью семья отметила новоселье. А то, что дома построили в столь короткий срок, сейчас никого уже не настораживает. Качество хорошее. Думаете, хорошее? Вы еще год уже не прожили тут? Ну, почему? Ну, мы зиму-то прозимовали. Осень, зима. Тепло было. Очень даже тепло. И сейчас жарко у нас. Вот здесь вот пол теплых. Пол теплых, подогрева. Дома для пострадавших от наводнения стоят в безопасном районе Адбасара. Вода сюда не дойдет. Но вблизи реки Жабай, которая в прошлом году вышла из берегов, находятся сотни домов. Чтобы прошлогодняя катастрофа не повторилась, здесь строят ограждения и укрепляют дамбы. В таянии будет не 40 дней, а в таянии будет происходить дней 10-15 максимум. И вот есть опасения, что вал придет за следующую неделю. Если мы в следующую неделю, допустим, числа с 10 по 15 по 17 удержимся, не случится ничего такого чрезвычайного, тогда мы это все проделаем. На случай наводнения спасатели Адбасарского района привели в готовность всю технику. Выделены лодки, насосы для откачки воды и горючее. В целом по стране к паводкам готовятся в трех областях. Наиболее сложная обстановка это Караганда, Акмолинская область и Североказахстанская область. Буквально вчера перед полетом я докладывал министру внутренних дел о готовности сил и средств. Он подготовил приказ, приводящий в повышенную готовность национальную гвардию, все спасательные, водно-спасательные подразделения, все начальники ДЧС. За состоянием русел рек, представляющих наибольшую опасность, установлено круглосуточное дежурство. Наряду с наземными системами контроля в этом году используются космические технологии. Возможно, все это позволит избежать серьезных последствий весеннего паводка. Иван Тулинов, Ержан Конопияулы, Акмолинская область.